Новые исполнительные директора 2017 года из города Чебоксары, Казанский филиал. Лидеры номер один Казанского филиала, лидеры участники ТОП-15 России, новые исполнительные директора Наталья и Эдуард Васильевы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, 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 давай! Алиплей! Да! Номер один! Дорогие друзья, вот с этой установкой мы начали этот бизнес. До Арифлейм Наташа, бухгалтер-экономист, я работник одного из выбор-разделений Газпрома. Арифлейм – это мой частный бизнес. В одной из первых тетрадей, конспектов, писана эта фраза. Арифлейм – это мой частный бизнес. Задумайтесь об этом, запишите себе это и подумайте об этом. Относишься ли ты к этому делу, как мой частный бизнес? Очень легко обратить внимание, да, как мы относимся к своим детям, как мы относимся к своему имуществу. Вот здесь тоже самое, это мой бизнес. С чего все начиналось? Вступала и говорили про свой список желаний, мечты, коллажей. Кто-то поднимал руку, кто-то устал поднимать руку, да, потому что недавно уже список этот есть. А кто-то еще пока не понимает, почему нужно и почему все лидеры говорят. Ну, наверное, уже после нашего выступления уже должен такой жетон упасть, если столько лидеров говорят об одном и том же. И у них это дает результат. Может быть, просто уже проверить, на самом деле, может быть, они что-то скрывают. Вот 80, у кого-то 100, у кого-то больше. 80 – это такая цифра, которая больше, чем 20, потому что 20 список написать очень легко. 80 – это выйти за рамки, это посмотреть немножко шире своей жизни, что меня окружает и что мне нужно на данный момент. 80 – это закинуть себя на 5-10 лет вперед. И у каждого будет он свой, пополняться, добавляться. Да, даже основатели делают этот список, и мы видим, как растем. И наши основатели поделились на одной из конференций, что когда у них исполняется одна из мечт, они зачеркивают и пишут еще два. Поэтому неиссякаемый поток, пример, для тех, кто еще сомневается, или уже так вот, ну, ладно, напишу уже, как это работает. Мы все делаем с вами фотографии. Делаем фотографии и потом просматриваем. Да, раньше альбомы были, а сейчас это можно, ну, как бы в электронной версии делать. Мы смотрим, испытываем эмоции в прошлое. Почему бы нам не заглянуть в будущее и не сделать коллаж нашей жизни? Есть мечты, есть это будущее. Я думаю, что после этого мероприятия не останется ни одного человека в зале, который не пересмотрит свою позицию к этим коллажам и не сделает свой список, свой коллаж, этот драйв, который вас будет вытаскивать из любых ситуаций. Что было, дорогие друзья, что было? Мы хотели бы, чтобы вы понимали, что мы не из богатых семей, не из семей олигархов. Все, что есть у нас сейчас, это было достигнуто в результате четких, конкретных действий. Эти действия не всегда были вот как вот эта прямая дорога. Чаще всего наш путь к успеху выглядит так. Кто согласен с этим? Скажите, у кого из вас такое бывало? Вот сидишь в зале, спикер выступает, у него все зашибись, а у тебя не зашибись. Вот поднимите руки, у кого было такое? У кого из вас такое было? Вот спикер выступает, рассказывает, что вот так вот все легко, просто, да? А ты вот сидишь, у тебя нифига не просто. Вот поднимите руки, у кого-нибудь было такое? Вот я тоже раньше сидел вот так вот в зале и думал, да? То есть, ну вот как так, у всех вот так легко, просто. Ну поймите, мы здесь должны рассказывать, как все зашибись. Ну вот к этому зашибись приходит, мы приходим через большое количество действий. Я хочу пожелать вам, я уточню слово удовольствие, которое я очень люблю, что я вкладываю в это понятие удовольствия. Знаете, какое удовольствие я вам желаю? У кого-нибудь из вас было такое? Вот вы в спортзал ходили очередной раз? Или там пробежались, на следующий день все болит, все болит. Даже мышцы какие ты не знал, а тебе кайф. У кого было такое? Вот какое удовольствие я вам желаю. Понятная идея? Чтобы у вас не получалось, делаешь, делаешь, а потом получилось. У кого-нибудь было такое? Вот делаешь, 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 а потом потерло. Как к этому прийти? Ребят, вот какие люди пришли в этот бизнес. Вот. Наталья Эдуард и Александр Васильев. Здесь мы на уровне менеджера. Премиальные выплаты 15%. Понятная идея? Не были крутые спикеры, не были харизматичные лидеры. Понятная идея? Были безбашенные 25-летние ребята. Понятная идея? С маленьким ребенком, с обязательствами финансовыми и всеразличными. Понятная идея? Вот были мы такие. Но четко был список желаний, как говорила Наташа. Было желание преуспеть. Вот что оставалось за кадром. Вот так. Это первое мероприятие в Кировском регионе. Первое мероприятие. Да, сейчас там десятки уже лидеров директорской команды. Ну вот с чего все это начиналось. Первый парад успехов. Понятная идея? Первый. 25 человек в зале. 25. Зал арендовали на 150. Знакомо кому-нибудь такое? 25 человек в зале всего лишь. Объединяющие мероприятия. Сплачивающие мероприятия. А вот это очень интересный момент. Я поделюсь этим. Вот это наше мероприятие. Отмечание закрытия сапфирового директора. У нас был загородный дом. Сапфировые директора. Скажите, уже более-менее доход есть? И мы впервые пригласили к себе домой наших ключевых партнеров. Мы знали, что сейчас они едут к нам домой в ожидании, что там дом-мотивашка. Я вам напишу, как этот дом-мотивашка выглядел. Биотуалет. Серьезно говорю. Вот это наш зал. Там не было ничего. Голые стены. Кухня была. Стол белый. То есть бухет такой старенький. Понятная идея? Посуду в тазике мыли. Денег не было. Были деньги. Ребята, нам было жалко потерять время на идиотке ремонт. Была цель сделать бриллианта. Понятная идея? И мы знали, сейчас едут наши лидеры. И вот они приехали. Это надо было видеть их выражение лица. Оно от воодушевленного опустилось, я не знаю, ниже плинтуса. Ну типа, знаете, говорят, что денег не есть. А понятно, мы их усадили и сказали, ребят, запомните, наша цель сейчас сделать бриллиант. Просто когда мы сделаем бриллианты, мы наймем бригаду, которая нам за пару месяцев все здесь отбабахивает. Я понятно объясняю? И меня сейчас горько видеть. Я понимаю, что человек просто тупит немножко. Можно я откровенно буду говорить? И начинает идиотки обои переклеивать на каком-то уровне свое. Ребят, делайте бриллианта. Нахер. Квартиру поменяйте. Понятная идея? Квартиру другую возьмете в конце концов. Вот они мероприятия. Вот что сплачивало. А потом уже просто сплачения были на международной конференции. Потом уже два раза участие в гала-ужине в Нобелевском зале. Из Чувашии, я уверен, ни один чувак там не был. Никого. Включая ни одного президента. Я даже думаю, еще и Цитарстан тоже там навряд ли были с королевой шведской. Понятная идея? Бриллиантовая конференция. Мексика. Задумайтесь. Первая наша бриллиантовая конференция. Январь месяц. Здесь минус 25, там под минус 30. Крещенские морозы. Перелет. Москва-Париж. Аэрополь Шальдеголь. Перелет. Париж-Мексико. Мексико-Акапулько. Вот это, где место, где наш отель, это называется побережье долларов-миллионеров. Рядом с нашим отелем был дом Сильвестр Салоне и Антонио Бандера. Представляете? И мы, лапсарские ребята, это поселок такой есть, знаете, вообще великий поселок. Ага, уже великий, однозначно. Благодаря нам. Только нам. Без лишней скромности. Мог ли я парень, который родился в деревне Бойцубино Красноармейского района, который знает, что такое полоть пять грядок по три километра. Знакомо кому-нибудь такое? Парень, который знает, что такое в четыре утра вставать и идти на таку работать. Мог ли я мечтать, что придет когда-то время, я буду в Сингапуре на 50-й каком-то этаже сидеть в бассейне и наслаждаться этим видом. Задумайтесь об этом. Путешествия, повидать мир. Дети. У нас тоже есть сын. Вы знаете, когда кто-то нам говорит, вот ребенок там и так далее, временный ребенка, знаете, что самое главное должно сделать? Мы считаем и уверены в этом, в отношении к ребенку. Несколько вещей. Первое, как можно быстрее его сделать самостоятельным, независимым от себя. Точка. И второе, быть постоянным примером. Я не хочу быть отцом, который будет приходить с нелюбимой работы, жаловаться, пить пиво, сидеть перед телевизором, брюхом. Понятная идея? Я хочу, чтобы он видел отца, который в движении, в динамике. Понятная идея? Я хочу, чтобы его внуки. Мы верим. Это будет. Знаете, придет время. Мы с Наташей будем в Кожанке. Нам лет до 60. Мы на таком Харлее. И у нас внуки там. Я скажу, салабоны, учитесь, как надо жить. Понятная идея? Вот какой у нас будет стиль жизни. Вот, старость нас дома хер найдет. Понятная идея? Благодаря этому бизнесу наш сын получил образование в британском колледже. Вы понимаете, в чем дело? Вы оплатите ему любое образование, сделав бриллиантово, исполнительное, так тем более. Купите вообще заведение какое-нибудь. Вот тот дом, который мы потом уже достроили. Понятная идея? Но на бриллиантовом уровне, не тратя, не клея сами обои, понятно, мы наняли людей, которые это умеют делать лучше нас. Кто ругался в семье, когда вы клеили обои? Нафига вам это? Я из 90. Однажды встретил пацанов, ну, тогда они были пацаны, и они меня увидели, я вот на этой тачке. Я говорю, слушай, ты чем занимаешься? Я говорю, а у меня жена богатая подарила. Они смотрят на меня, ну, вроде бы не ловелас такой, ну, как бы внешность, понятная идея. Но вот это подарок реально Наталье Васильевой, Эдуардович. Мужчины, научитесь же он зарабатывать. Подарят, что хотите. Когда Эдуард говорит про подарок, вот, есть мечта. И когда вы прописываете список своих мечт, вот, наверное, такая вот заветная, вот, ну, а вдруг, да, ну, как бы до кучи не писать, нужно 80, вот, ну, а вдруг. Но она как-то вот внутри вас сидит, еще с детства вы это хотели. И когда Эдуард говорит, что я мечтала о Мерседесе, я говорю, а для чего мы работаем? Чтобы осуществлять свои мечты. Вот, когда Эдуард показывал путь, и будут разные люди встречаться, которые будут говорить, бывает, не бывает, получится, не получится, ты там сумасшедший или еще что-то. Нам тоже это говорили, мы это прошли. И этот список, который вы будете смотреть и спрашивать, готов ли я послушать этого человека, у которого нет этого списка, и который вообще даже не понимает, для чего он нужен, и не работает на этот список. Готов ли я отказаться от этих своих мечт, а даже от одной заветной мечты. И этот список вас вытаскивает из любого состояния. И этот подарок, он, вот, мечты должны осуществляться. И таких подарков нужно делать очень много. Еще один. Черный бумер, черный бумер. Кто помнит это? Вот я из той как раз эпохи черного бумера. Команда. Другие. На самом деле для нас это тоже гордость, огромная гордость, восхищение, преклонение. Невозможно этот бизнес делать в одиночку. И это кайфово. Это единственный вид деятельности, где твои доходы растут только с ростом количества друзей. Кто согласен с этим? И здесь невозможно, увеличив количество друзей, не увеличить количество доходов. Это идет параллельно. И топ-руководство компании, ну, без лишней скромности, это единственный город, не миллионник России, куда топ-руководство прилетело на частном самолете. Не просто так. Автомобили. Сколько у нас автомобилей, когда мне задают вопрос? Я говорю, больше ста и дофига. То есть мы уже не считаем. Я желаю каждому из вас уже дойти до таких цифр в итоге, чтобы вы не считали, сколько людей у вас начали получать автомобили, сколько людей у вас начали получать чеки. Придет это, ребят. Видели первую фотку тех в Кожанке? Понятная идея? Будет это. Главное, что вы себе в голове нарисуете. Команда. Вы знаете, кто согласен с тем, что поступки, действия говорят лучше всех этих слов? Вот когда мы закрыли звание исполнительных, мы получили такой подарок, от которого даже, даже не подозревали. Наша команда подарила нам недельный тур по Швейцарии, полностью оплаченный, с перелетами, с гостиницами, с программой, полностью все. Други, я попрошу встать в команду всю, кто вот здесь вы есть. И вот окутайте их, пожалуйста, аплодисментами. Все, пожалуйста, вся команда. Все, партнеры, менеджеры, директора, абсолютно все. Спасибо вам огромное. Мы желаем каждому из вас, чтобы вам делали такие подарки ваши партнеры. И, конечно же, наставник. Наставник, который всегда рядом, всегда подскажет, всегда поможет. И тема наставничества – это отдельная вообще тема для диалога. И вот, други, несколько моментов на эту тему, подыток этого блока. Главный секрет самомотивации, в который мы верим – это дисбаланс. Что это такое? Вот когда нам говорят, как вы себя мотивировали, как нам себя было мотивировать, достаточно было прийти в свой дом. Понятная идея? Придите сейчас домой к себе, в туалет зайдите и скажите, вот здесь я всю жизнь проведу, да, вот на этом унитазе. На кухню зайдите, посмотрите на гарнитур свой. Понятная идея? На секунду задумайтесь, вот если бы Эдуарда Васильева к вам заселить, как бы он себя испытал там? Понятная идея? То есть, други, легко вам сейчас поднять планку. Вот нам себе мотивацию создать, это же надо еще постараться. Идея понятна? Вот умейте себе задрать планку. Как задирать планку? В концерт поделимся. И еще одно. Любой успех начинается с конца, запомните. Нарисуйте свою картинку. Уловили идею? Свою. И не позволяйте шуму чужих голосов, мнений или еще что-то забить это. Само собой, любой человек, чтобы как-то оправдать свое бездействие, знаете, есть хорошее выражение, любой кризис, для неудачников отличный повод оправдать свое бездействие. Понятная идея? Мне очень близок один чувак, его зовут Галецкий, кто-то, может быть, его знает, основатель сети Магнит. Но однажды, когда принимали закон по торговле, ему задали вопрос, а приняли не так, как они обсуждали на совете с президентом. И ему после этого задали вопрос, ну как, вот вас президент не услышал, ну хотели, чтобы он начал про президента плохо говорить. Знаете, что он сказал? Вообще президент не должен во всем досконально разбираться. Значит, наши аргументы, которые мы высказывали, были недостаточно вескими и четкими. Это наш кофе. Работаем дальше. Круто? Вот она позиция. Понятная идея? Выбрал свою цель и вперед. Вперед, вперед, вперед. Кто знает вот этот пример? Найдите в интернет, кто не знает. Вот там я рассказываю про этот. Есть там пример, понятная идея есть. На ютуб-каналах есть этот пример. Как итог? Рисуйте свою картину. И вот сегодня, я уверен, после сегодняшнего мероприятия, вы начнете новый виток роста своего бизнеса. Что мы делаем конкретно сейчас? Давайте так договоримся. Идеальных условий не будет закормлен. Все, договорились? Их не будет никогда. Понятная идея? Не будет такого, что тебе никто ничего не мешает. То есть все у тебя схлопывается, складывается и так далее. Работаем в тех условиях, которые есть. Понятная идея? Все, точка. Когда мне говорят, Эдуард, а если курс доллара будет 200 долларов? Ой, там 200 рублей за доллар. Я говорю, и что? Я просто, наверное, в два раза буду больше работать. Вот и все. Понятная идея? Просто буду больше работать, больше звонков делать. Вместо 20-40 буду делать. Понятная идея? Все. Чуть-чуть умнее буду работать. Командой соберемся, покреативим, придумаем, найдем варианты. В любом случае. Кто знает это упражнение? Упражнение очень простое. Четырьмя прямыми линиями соедините все 9 точек между собой. Те, кто подняли руки, а вы своим партнерам это показываете, когда последний раз показывали, задумайтесь об этом. Вы знают, это плохо. Знают ли ваши люди? Четырьмя прямыми линиями, не отрывая руки, соедините все 9 точек. Многие, когда делают это упражнение, решают в рамках визуального квадрата. Решение за рамкой. Что такое за рамкой? За рамкой это означает делать то, чего ты не делал. Сфоткайте просто. Вот это то, на чем мы фокусируемся. Поиск партнеров, презентация возможностей, включение, сопровождение, развитие лидерства, какие мероприятия проводим и какой стиль жизни мы тебе строим на будущее. Ради чего все это делаем? Где находим людей? Вот мои 7 методов, где находим. Точка. Знакомые онлайн, оффлайн. Сейчас чуть позже некоторые моменты покажу. Знакомые наших новых партнеров. Список терминированных. Это значит те, кто были когда-то. Активные знакомства в интернете. Личный бренд. Google форма до сих пор даже работает временами. Рекламу иногда пробую, но реклама неэффективна. Плюс рекомендации. Вот методики рекрутинга. Все, точка. Рекомендацию дам одну. Выберите себе 3 метода, которыми вы хотите работать. Взяли одноклассники, заведите в YouTube. Рекрутинг в одноклассниках. У вас выйдет офигенный список видео на эту тему. Возьмите 5 видео с самым большим количеством просмотров. Возьмите ручку бумагу, изучите 2-3 дня. Понятная идея? И начните это делать. Понятная идея? Количество действий приведет вас к качеству. Все, других вариантов нет. Если вы думаете, что есть какая-то волшебная кнопочка, други, ее нет, этой волшебной кнопочки. Если была, я бы заподнотовал и вам бы продал. Только уже весной недавно познакомились вновь. Понятно, да, идея? Когда мне говорят, кого рекрутировать, я говорю, другим, ну вспомните всех. Я сейчас заново начал поднимать свой список, заново все начал. То есть заново знакомиться со своим же списком. Сфоткайте тоже, не буду повторяться. Вот что мы сделали первое с нашими знакомыми. Все очень просто, другим. Не надо ничего условнять. Как работаем со знакомыми наших новых партнеров. То же самое. Я даже скажу вам больше. Все работающие видео мои в открытом доступе в YouTube. Все. Просто не поленись. И начни делать. Точка. Google форма до сих пор работает. Вот еще раз повторюсь, 7 метров садов поиска. Итак, рекрутинг это только количественная работа. Мы ищем тех, кто готов быть бриллиантом. Дальше. Не каждый будет говорить да сразу. Статистика у вас все равно должна сработать. В любом случае. Кто-то сейчас сказал нет. В последующем скажет да. Однозначно. Но еще раз повторюсь. Никогда не отказывайтесь от количества. Когда мне кто-то начинает говорить. Эдуард, вот ты все достал уже. Все время говоришь. Делать большое количество. Я и так много делаю. На это Наташа всегда спокойно говорит. А с чего ты взял, что твое много это много? С чего ты взял? Кто следит в интернет, как Эдуард прыгает на тумбочке? Следит кто-нибудь? Это начиналось вот с такой тумбочкой. На прошлой тренировке моя тумбочка была вот на этой высоте. Мой тренер сказал, наша цель с тобой – две тумбочки вот на такой высоте. Рецепт только один день. Не один раз резко прыгнуть. А каждый день на тренировку прыгать. Прыгать. Понятная идея? Прыгать. Количество, количество, количество. Потом прыгнуть. Понятная идея? В рекрутинге то же самое, количество. От рекрутинга мы идем к сопровожению сиденью. Мы зарегистрировали человека, что же делать? Кто-то применяет обучающие уроки, кто-то сразу скай проводит. Но у нас своя система, поэтому я вам рекомендую работать на первом этапе по системе вашего наставника. Когда вы поймете все, когда вы почувствуете, что вы можете что-то видоизменить, добавить, как, конечно же, вы это будете делать и создавать свою систему. Наставника – это человек, который тоже прошел до вас какие-то пути, и он уже знает какие-то ошибки, что нужно делать, что не нужно. И, ну, чтобы быстрее вам достичь этого успеха, вам просто нужно слушать и делать, как он это говорит. Следующий. Я не буду сейчас зачитывать слайд, вы можете тоже вас сфотографировать. Я просто скажу, ну, фундаментальные вещи, что вам нужно понять при сопровождении. Каждый человек, он в какой-то системе, даже вы. Вы помещены в какую-то систему. Ну, если это маленькие дети, то это садик, садик, которая система, где он понимает, когда его кормят, когда гуляют, когда он спит, да, когда его забирают домой. В школе тоже есть система. Когда он потом идет на учебу, высшее заведение, тоже там есть система. А когда зачеты, когда экзамены, да, он устраивается на работу, там тоже система. Люди, когда устраиваются, что они говорят? Когда у меня будут выходные, какой у меня будет график, что мне нужно сделать, от скольки до скольки. Это система. И вы привыкаете к этой системе. Вот когда мы говорим, что в вашей команде тоже должна быть система, люди не понимают, зачем. Они же как-то вот, ну, жили без вот этой системы. И, соответственно, они то заходят на вебинары, то не заходят, то подключаются, то не подключаются. Вы звоните, они трубки не берут. Они пока не в вашей системе, потому что либо ее у вас нет, либо вы не договорились, что у вас есть система, и почему это важно быть в системе, чтобы был результат. Но Эдуард наглядно сказал, да, если он не будет каждый день прыгать, то, соответственно, он никогда не научится это делать. Здесь то же самое. Поэтому договор на берегу. Когда вы с новым партнером, которого зарегистрировали, договариваетесь, что раз у него есть цель, ну, цель, мы подразумеваем, что он хочет заработать деньги, а вы как наставник ведете его к этому результату, и договор на берегу, когда вы выполняете часть договора, и он выполняет часть договора. То есть вы говорите, что нужно делать, он, соответственно, это делает. И, конечно же, вы договариваетесь, когда у вас есть созвоны, когда у вас есть семинары, когда планерки, в эту систему ему скидываете, расписываете, показываете, когда ему, да, по своему графику, может быть, для него система какую-то строится. Но так сопровождать и вести человека очень легко. Когда есть договор на берегу, и он понимает, что нужно делать, и для чего это нужно. Обязательно этот список желаний в первую очередь, потому что ему тоже будут отказывать. Когда нет мотивации, для чего ему это нужно, то, конечно же, при первом отказе он уже трубку не берет, это не мое и что такое. Его список будет вытаскивать. Что легче, чтобы он сам себя вытаскивал, или чтобы вы его вытаскивали? Ну, конечно же, первый вариант. Поэтому очень важно это понимать. Дальше. У нас есть онлайн-инструменты. Это большой плюс в наше время, потому что, когда мы показывали первые фотографии, мы показывали оффлайн-мероприятия, не было сотовых телефонов, не было компьютеров, не было интернет, не было тех инструментов коммуникации, которые есть сейчас. Поэтому сейчас, когда ребята говорят, да, нужно быстрее расти, нужно быстрее делать, это говорит, что они нужно быстрее использовать вот эти вот инструменты, которые они есть, осваивать их, они уже есть. Одно дело, сейчас в интернет все делают. Обучаются, развлекаются, смотрят фильмы, знакомятся. Ну, почему бы не работать? Поэтому нужно просто понять, как это делать и запустить свою работу. Поэтому тоже используем, конечно же, инструменты. Они у вас есть, нужно понять, какие приложения вам нужны и свою работу, да, ускорение. Дальше. У нас есть, ну, такой инструмент, вот тоже говорили, да, лидеры – это игроки. Лидеры любят вызовы, им интересно достигать, им интересно соревноваться с кем-то. Если вы хотите, конечно, чтобы у вас было большинство лидеров, это, конечно же, освоит, ну, навык делегирования, когда вы сделали при нем, рассказали, когда вы сделали вместе с ним, и когда он делает, вы смотрите и уже сопровождается, что он это умеет делать. Очень много людей переживают, что у них на первом этапе нет денег. Они очень сильно переживают. Вот я там каталог, там месяц поработал, да, где мои деньги. Они очень переживают, что у них там нет статусов. Ну, где там у меня через каталог, где звание директа, когда я там золото издал. Они очень сильно переживают, что у них нет, может быть, этих первых результатов. Ну, самое основное, почему они не переживают, что у них нет навыков. Потому что навыки – это следствие, что у них будут и деньги, и звания. Поэтому мы свою команду обучаем навыкам. Мы на первых встречах говорим, что наша задача научиться делать одну регистрацию в день. Это легко рекрутировать и знакомых, и незнакомых. Это навыки сопровождения. Это навыки делать легко 150 баллов и более. Это легко сопровождать свою команду. То есть вот эти навыки, они у каждого по-разному. У кого-то быстро, у кого-то медленно. Поэтому не надо ни с кем себя сравнивать. Вот ты там быстро за каталог сделал. Я говорю, у тебя свой путь, и вот те навыки, которые ты за каталог, ты их цени и просто делай лучше. С каждым каталогом соревнуйся сам с тобой. Это тоже очень важно проговаривать. Поэтому навыки это как следствие правильных действий, как итог, это и деньги, и звания. Для игроков, конечно же, это различные соревнования. У нас есть чаты по рекрутингу, когда люди ставят цель, они выкладывают, соревнуются, у кого больше. Это, конечно же, признание на планерках, на каких-то совместных мероприятиях онлайн, офлайн, когда за правильные действия, за те навыки, которые они получили, дается признание. Эти люди, которые, может быть, пока сомневались, думали, может быть, что-то у них не получается, у них с каждым разом вера увеличивается, они понимают, что вот он там был, вот со мной пришел, у него там не было результата, а сейчас у него есть. То есть это вот синергия, и когда вы 80% своего времени уделяете на игроков, те, кто делают, то все остальные, они примкнут, даже те, вот были истории, когда человек уходил, но он видит, что команда растет, он возвращается. И установка 80% того времени, которое он готов выделять на работу, 80% это рекрутирование, это приток людей. Пока у новых партнеров 20% это сопровождение. Когда у него появляются люди, конечно же будет выделяться время на сопровождение. Но вот 20% это обучение. То есть 80% рекрутирование, 2% обучение. Когда мы учились, мы читали очень много книг, и мы очень быстро все воспринимали и обрабатывали большой поток информации. Когда мы заканчиваем учиться, мы деградируем. Вот для того, чтобы двигаться дальше, осваивать новые навыки, нужно самообразовываться. Есть целый перечень литературы. Каждый лидер вам скажет, какие нужно на первом этапе читать книги, потом какие уже лидерские. Для того, чтобы наполнять себя новой информацией. Для того, чтобы мозг как мышца накачивалась. Это тоже мышца, которую нужно качать, качать для того, чтобы принимать быстрое решение, обрабатывать большое количество информации, находить правильное решение. Вот эти установки мы даем новым партнерам. Слайды, я думаю, вы фотографировали. Почитайте более подробно. Много, что хочется сказать. Основное, конечно же, как из нового партнера сделать лидера. Подгархируется тоже вот этот слайд по поводу развития лидерства и предпринимательства. Скажу вроде бы на первый взгляд банальную шпатуху. С кого начинается лидерство? Сегодня очень хорошо многие, да практически каждый спикер говорил об этом, да? Начинай с себя. Я бы пошел, да, сам за собой. Я бы пошел за таким вот, какой я есть сейчас. Все. Вот честно себе в зеркало. Только так. Не устраивает рекрутинг. С кого начинать? Не устраивает товароборот. С кого начинать? Понятная идея? Не устраивает качество, как сопровождают новые партнеры, то есть или там партнеры своей команды. С кого начинать? Вот самая великолепная штука. Меняется источник, меняется абсолютно все. Это стопроцентно. Это безоговорочная штука, однозначная штука. И обязательно по поводу целей. Вот когда нам говорят, да, где взять энергию, где взять вот этот драйв, другие маленькие цели не дают энергию. Джим Рон однажды в одной книге сказал очень четкую вещь. Он говорит, знаете, в чем проблема большинства людей? Они говорят, слава богу, научились ставить цели, но ставят настолько низкие цели и в них попадают. И там застревают. Ставьте большие перед собой цели. Ставьте ваши цели. Поняли идею? Это должна быть ваша большая цель. Второй момент по поводу целей. Их должно быть много. Очень много. Еще раз повторюсь. 80 заставляют вас включить мозг за рамки привычного. Туда, дальше заглянуть. Намного больше посмотреть. Следующий момент. Два вопроса, которые нам постоянно задают. Ответим на них, не ожидая. Первое. Рекрутинг. Как вы рекрутируете? Семь методов и много каждый день. Понятная идея? Отказывают нам дофига. Уловили идею? Много отказывают. Если я сейчас начну сюда вот посты там и вот эти высылать, как меня еще и посылают, и еще куда посылают, понятно, вы офигеете просто. И скажете, нифига себе. Может быть, когда-нибудь я покажу это все. Просто меня это не остановит, а вас? Уловили идею? Вы знаете, что отличает всех успешных людей? Они не коллекционируют неудачи. Они как ластиком забывают это. Ловили идею и смотрят вперед. Други, я найду семейную пару, которая сейчас живет с родителями на съемной квартире и думает только об одном. Как заработать на свою квартиру? Есть такие в вашем городе? Вот я выбираю их находить. Понятная идея? Я найду женщину, которую сволочь муж бросил, у нее двое детей, и она сейчас думает, как детей в школу собрать. Есть такие женщины в вашем городе, в вашем населенном пункте? Но если вы постами пишете, люди сейчас ничего не хотят, зачем вы это в постах пишете? Вы притягиваете такими постами таких людей в свою команду. Понятная идея? Пишите другое. Сейчас все больше и больше людей хотят изменить жизнь. Понятная идея? Ко мне приходят все лучшие и лучшие категории людей. Второй вопрос, который нам часто задают. Это мотивация. Где вы берете мотивацию? Список и желаний, про которые мы говорили. Мы постоянно его дополняем. Можете записать, запомнить. Вот это то, что отличает лидеров, которые постоянно растут. Когда у вас много желаний, у вас много энергии. А энергия – это жизнь. Кто хочет жить полной, насыщенной жизнью? Вот это в ваших силах. Вы не можете изменить систему, вы не можете ничего изменить, но вы можете изменить свое отношение. Есть ли у меня мои 8 желаний? Есть ли у меня список моих целей? Цели отличаются от желаний сроками. Когда? Вы можете прописать то, что угодно. Каких вы хотите людей увидеть в своей организации? Как быстро вы хотите их увидеть в своей организации? Каким человеком вы хотите стать? Вот это жизнь. Мы хотим жить. Мы это осознанно выбираем, что мы хотим жить полноценной жизнью. Постоянно мы увеличиваем свой список, и поэтому я не понимаю вопрос, когда говорят, где вы ищите мотивацию. Что сейчас? Давайте посмотрим один из роликов. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Друзья, вот этот чувак, который сделал этот ролик, Владимир Васильев, посмотрите на него. Город Чебоксары. Город Чебоксары. Город Чебоксары. Город Чебоксары. Город Чебоксары. Дорогие друзья, когда мне сейчас не кто-то говорит, я сейчас вот прямо на лопатки положу любого, когда мне кто-то говорит, ну правильно вы раньше начали. Я говорю раньше, но мы сейчас вырастим новых 12 команд, а вы? Город Чебоксары. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...